Переместиться в 19 век студентам ростовских колледжей помогает не машина времени, а платья и фраки, взятые на прокат. Найти дворянское облачение не составило труда. Любой городской театр готов одолжить наряд пушкинской эпохи. Сейчас у выпускников такие фасоны пользуются популярностью. Видите, тут брошка, это взяли у подруги. Интересно, тут были розы, как бы видите, золотом оно сделано. В театре мы брали в аренду. В то время девушки могли появиться на балу в этом платье, конечно, познакомиться. Там есть мазурка, а нет, только знакомств. Специально для балов в честь 215-й годовщины со дня рождения классика студенты разучили 15 обязательных танцев. На репетициях также оттачивали дворянские манеры. Допустим, вот это движение, как бы кокетка, потом вот это, мне неинтересно, то есть убирает, отворачивается. Как и положено, бал открывает полонез. Торжественным шествием дамы встречают кавалеров. Проходя в паре, есть возможность перекинуться парой слов и выбрать себе невесту или жениха. Полонез сменяется воздушным вальсом, а затем юноши и девушки танцуют мазурку. Во время исполнения также допускаются разговоры. По отдельности получается у всех, а вот взаимодействие в паре, вот это важно очень. Потому что у меня получается с партнером, а вот вальсовый поворот нужно дорабатывать. Хореографическая подготовка всех участников шла в течение двух месяцев. По полтора часа в день студенты из десяти учебных заведений осваивали сложные непривычные па. Это не просто танцы. Мы не должны это сравнивать с обыкновенной тривиальной дискотекой или зависанием в каком-то из баров. Здесь не просто танцы, это танцы 19-го столетия. Причем к ним готовились очень серьезным образом практически начиная со второй половины прошлого года. На балу нет случайных зрителей. Все званные гости, которые должны соблюдать дресс-код. Мужчины во фраках или костюмах с галстуками, женщины в длинных бальных платьях. Но некоторые аксессуары возвращают в 21 век. Екатерина Лободина, Андрей Коробков. Главные новости. Субтитры создавал DimaTorzok